Я не знаю, но попроще. Я попытаюсь дать вам новую, простую информацию. Это слишком комфортно, маленькие части. Давайте попробуем все эти детали и восстановить нашу простую информацию. Так, давайте подаем сейчас саму речь попроще. Вот у нас есть три углы. У нас имеется давайте мы его впишем в прямоугольник. Ну, давайте нарисуйте. Идите сюда и нарисуйте. Мы хотим его зажать We want to bound it in a rectangle. У нас есть какая-то фигура, мы ее хотим зажать вот так и вот так. Получится прямоугольник. Что это за прямоугольник? Нарисуйте в этой картинке. Нет, фигура это прямоугольник. Мы его все сжимаем и сжимаем. Сжимаем и сжимаем. Получится прямоугольник. Так вот, надо дорисоваться. Ну, и сюда не все. Могольник. Уже мы сжимаем . Мы сжимаем сжимаем и сжимаем и сжимаем of the rectangle. Какова площадь этого прямоугольника? What is the area of the rectangle? Значит, здесь четыре, four, the width is four, and the height, высота, is five. Значит, площадь всего прямоугольника будет двадцать. Вот эта семья штучка, двадцать квадратных метров. So, it's bigger than our rectangle. Этот прямоугольник больше, чем нужно. То есть у нашего прямоугольника площадь будет меньше, чем двадцать. И осталось определить, насколько она будет меньше. So, our rectangle is too big. We need to cut something out to get smaller. So, what should we have, что она надо удалить, чтобы остался этот треугольник? Вот эти вот части. Значит, у нас есть три лишние части. So, we have three pieces, which are not limited. This one, this one, and this one. is a half of the rectangle. It's a half of the rectangle. And the rectangle is раз-два-три, раз-два-три, четыре. Значит, трижды четыре, это двенадцать. Половина – это шесть. Половина – это шесть. So, this part is six. So, six should be cut off by this line. So, but we need to cut off these two things. Что будет с площадью вот этих частей? Сколько нам нужно отрезать справа и справа? Это тоже половина прямоугольника. Вот этот треугольник – это половина вот этого прямоугольника. Значит, что же можно посчитать? Можно посчитать. Давайте. Возьмем прямоугольник двое большое. Он был из пяти квадратов. Так вот, it contains five squares. Получим площадь пять. У прямоугольника. А у треугольников будут двое меньше. То есть два с половиной. So, this rectangle has area five. And this half of it has area two point five. And this one. Теперь должны поставить вот такой прямоугольник. Да, это половина вот такого прямоугольника. Чтобы узнать, какую площадь мы должны узнать, какая площадь вот этого прямоугольника. То есть четыре. У прямоугольника площадь четыре. Раз, два, две, четыре. А у треугольника? Два. Потому что это половина. Okay. So it's two. So now we know that the big thing is twelve, twenty. And we need to take away something. Just write. Напишите, чем вы читаете, что получается. Minus one. Okay. It doesn't work. Number one. We читаем десять половиной. Получается. Девять и пятьдесят. So we get a... Look. в том, что мы получаем это самим образом. Но я думаю, что это лучше, потому что мы не нужно что-то делать небольшие вещи, мы просто посмотрим, что есть большая часть, и здесь есть половина корреспондента. Хорошо, спасибо.